ОМЗАП, Капотник 32, кузовной цех. Краткий обзор по автомобилям, которые сегодня у нас в работе. Первый пациент Фионде Тусан. Отличный среднеразмерный кроссовер в интересном сером цвете модном. Почти штанарда грей. Вот с таким неприятным дефектом. Накладку пластиковую сняли уже. Накладка покраски. Здесь уже потянули. Подшпаклюется и покраску опять же. Бампер надо будет менять, потому что здесь кусочка вообще нет. Пациент номер два. Санта-Фе, Санта-Фе. Санта-Фе. Бампер оторван. Крепления вырваны. Тут удар был в это место. Заднее крыло. Оськ уже выставили. Подготовили под шпаклевку. Еще было здесь по низу удар по двери. Незначительный был замяток ромка. Сейчас на рихтовке. На рихтовке тоже выровняется. Вообще в большинстве случаев при повреждении вот этой нижней части дверь меняется. Сложно здесь что-либо ремонтировать и восстанавливать плоскость. Но в этом случае плоскость почти идеально восстановили. Здесь еще поправится. Карта разбирается, внутренняя часть. Эмонтировочками выдавится аккуратненько. Ну, может быть даже будет шпаклеваться и покраску. Пациент номер три. Фенде Солярис. Шикарный. Золотистый цвет. Здесь был где-то сделан ремонт кем-то некачественного порога. Пришла машина на переделку. Автовладельцу не понравилось, как сделано. Вот ребята разбираются, будут исправлять. Следующий автомобиль. Самый наш любимый автомобиль в кузовном ремонте ОМЗАР. Хёнде Гранд Старекс. Был лобовой удар. Я найду фоточки, прикреплю, посмотрите. Но здесь уже все сделали. Основные этапы работы выполнены. Удар был вот так, покасательный. Завернут был вовнутрь. Заменили капот. Лонжерон потянули. Крылья восстановили, покрасили. Бампер новый будет. Ладно, пойдём в следующую машину смотреть. Следующий автомобиль весёлый. Ждёт своей участи. Вот такая вот здесь история с порогами. Тут, мне кажется, даже уже какие-то грибы растут. Тут даже пены немного есть. Замечательные. Ну и в целом, как бы структура порога уже неоднородно из разных состоит элементов. Страшно, конечно, даже представить, сколько это будет всё, чего это стоить. Потому что здесь и внутренние, и наружные. И днище уже зацеплено. В общем, капитально развалился автомобиль. Так, вот поведнее, чтобы было. Был кто-то, короче, здесь уже до нас. Пытался подручными средствами восстановить это. Ну, а подручность, так и пена. Шпаклёвка. Краска какая-нибудь, наверное. Караул, короче. Еще один пациент на восстановление кронштейнов подрамника переднего. Вот так вот это выглядит. С этой стороны еще более-менее, но уже тоже вот, как можете видеть, есть очаги сквозной коррозии. А если есть такой очаг, то в скором времени все это начнет в значительной степени разрушаться. Ну, а здесь уже все отторвано. Из листового металла вырезаются вот такие элементы. Потом вваривается домик. Вот. Если интересно, потом покажу. А вот мастер, который этим занимается. Сергей. Только задние же мы делаем кронштейны, да? Да. Ну, человек захотел сделать только задние правые. А здесь уже тоже ты видишь, да? Да, вижу, но пока делаем один. А, один вообще мы так и делаем. Он хочет посмотреть, как будет, типа, лучше поедет или нет, да? На улице, на парковке ожидают в своей очереди на кузовной ремонт автомобиля. Вот такой вот гость из-за океана, американский. Приехал на ремонт переднего бампера. Видно, что автовладелец занимается своей машиной. Новые фары поставил. Бампер. Покажу попозже, как выглядит. Также опять Солярис обратился. Это владелец с просьбой разобраться у вас с такими местами. В целом автомобиль весь в хорошем состоянии по лакокрасочному покрытию. А вот на дверных рамках такие страшные очаги. Серьезные уже под мастикой, лентами. Вот только одна дверь я вижу, сейчас посмотрим с другой стороны. Ну да, вот ваку, вот этот стык в пленке, вот этот. И там начинается коррозия. А, ну вот здесь уже начали вспучивание. И если отодрать эту пленочку, там, скорее всего, уже тоже очаг. Ну, будем разбираться, смотреть эти места. Да? А вот наш водитель. Замечательный. Тоже кузовной ремонт приехал, да? Всем здравствуйте. Нагреваю машину, чтобы наставить сам, я лучше запрещу. Все, супер. Вот еще один автомобильчик приехал. Ай, на ремонт порогов. Господи, что с ним произошло? Да. Хорошая баллахората машина. Хионды Гец. Тут и пороги надо делать, и арки. Арки. Цены озвучивать не буду, так как каждому автомобилю подход индивидуальный. Ну, в среднем ремонт порога вот 15 тысяч рублей. Плюс покраска, плюс. Если серьезный ремонт порога, усиления надо варивать новые. Плюс, 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 плюс. Ну, где-то в среднем 40 тысяч обходится. Ну, не в среднем, даже, наверное, это максимальная стоимость. Вот этот автомобиль замечательный тоже стоит. Лобовой удар был у него. Вот так вот. Доставась ему. Капот, скорее всего, меняться будет. Да не, скорее всего, 100%. Бампер будет меняться. Потому что оторвано. Куска не хватает. Тут что-то произошло. Не разбирались, а даже не смотрели. Крыло ушло. Зазора на двери нет. В общем-то, скорее всего, кронштейны, крепления тоже все ушли. Да, тут вот видно, смотрите, насколько телевизор ушел. И телевизор, скорее всего, и крепление телевизора, а может, даже и лонжерон зацепило за собой. Бывает так, что незначительные визуальные дефекты очень сильно трансформируют внутренние составляющие в автомобиле. Здесь видно, что даже корпус воздушного фильтра разрушен полностью. серьезная, в общем, неприятность. Хотя с виду, кажется, да? Ну, машина стоит целая. Фару поставил и поехал. Но нет. Все это только поверхностные ощущения, да? А если копнуть получится, что там очень много всего произошло. Ну, здесь фара целая. Ну, и то неясно, внутри целая или нет. Стекло целое. Грустно это, грустно. Это уже слесарный ремонт. А, еще один есть автомобильчик. Только подъехал недавно. Автовладелец нашел все силы. Изыскал средства и решил вот на таком автомобиле достаточно старом заменить пороги. Тут уже какой-то ремонт производился. Загрунтовано. Зачем? Не знаю. Ну, не разбирались еще, не смотрели. Он подъехал недавно. С виду, как вроде, все в порядке. Ну-ка, заглянем под низ. А, тут все вообще как бы выглядит достаточно прилично. Ну, будем загонять на подъемник, смотреть, разбираться, что он хочет мне сделать. Чем его не устраивает, работает. Хорошая машина когда-то была, спектр. Очень популярная в Средней Азии. Тут целый порог. Покрашенный уже даже. Видно, что был ремонт, потому что свежий вот антигравий нанесен. Уже сделано, окрашено. Скорее всего, может быть, просто даже надо окрасить. Так как ремонт где-то производился в другом месте. На окраску к нам приехал. Да, тут все цело. Свеже сделаны пороги. Молодцы, ребята. оба ягуар. Тоже кузовной ремонт, наверное, приехал. А, нет, уже починились. А вот бампер. Бампер, конечно, желательно сжечь, но так как автовладелец не может приобрести оригинальный или хотя бы более-менее в обменяемом состоянии. Вот он здесь сам произвел какой-то ремонт, проволочками стянулся, видите. Было здесь видимо не одно повреждение, а несколько. Сделан в трещинах. Тут какая-то заплатка у него на шурупчиках. Видите, как сделано все. Ну, будем разбираться, смотреть, может, поможем ему и идем в большее состояние. Зато шлиник сохранился самое главное в феврале. Если вдруг у вас есть в ремонт какой-то отдельный элемент, вот как эта часть заднего бампера, накладка, точнее, правая и левая где-то еще одна лежит с Mitsubishi Pajero. Автовладелец вот привез, попросил отдельно окрасить два элемента в цвет автомобиля. Где-то бушный купил, видимо старые были у него в удручающем состоянии. Ну, так подготовили, загрунтовали уже все. Сейчас окрасим в камере. Автовладелец сам установит и сэкономит на этом значительную сумму средств. и сэкономит ну на этом все на сегодня если вам необходим кузовной ремонт обращайтесь во им зап будем рады вам помочь всем пока